В Волгограде состоялся концерт памяти Дмитрия Хворостовского. Послушайте произведение из его репертуара в исполнении известных оперных певиц Волгограда Натальи Мещеряковой и Ольги Сабировой. Пришли поклонники великого русского баритона. Свои концерты Дмитрий Хворостовский давал в Волгограде два раза – в день празднования 60-летия Победы, Великой Отечественной войне в 2005 и 2 февраля 2013 года. А в этом году, накануне дня празднования Сталинградской Победы, состоялся творческий вечер его памяти. Среди поклонников была и Татьяна Крючкова. Он пел чувствами, погружая слушателей в свои душевные переживания. Так исполнял свои произведения Дмитрий Хворостовский, который, кажется, до сих пор с нами. Дмитрий Хворостовский Ушел из жизни. Невосполнимая потеря для мировой культуры. Ведь всей силой своего великого таланта он нес людям любовь и свет. Он приобщал не просто к произведениям. Он открывал для каждого слушателя новые чувства и новые эмоции. Они и до сих пор живут в каждом. Так действовало его творчество на зрителей. Когда оперный певец поет, он внутренне настраивается и свою душу как бы отдает зрителям. То есть, если эстрадные певцы, они больше за счет движения берут, за счет эмоций, то оперные певцы именно за счет своего исполнения, за счет силы голоса, за счет звука, за счет посыла и красоты. Окончив Красноярское педагогическое училище и потом Институт искусств, Дмитрий Хворостовский пять лет работал солистом Красноярского театра оперы и балета. С 1990 года после победы в международном конкурсе оперных певцов солировал на самых известных оперных сценах мира. В его репертуаре были камерные произведения, духовная музыка, вокальные циклы русских и зарубежных композиторов. Что бы и на какой площадке не исполнял Дмитрий Хворостовский, его выступление всегда волновало, затрагивая те струны души, которые вибрируют до сих пор в такт его сердца. Мне кажется, немножко здесь тоже сегодня он был и нас слушал, и это чувствовалось. И вот это волнение внутри было. Конечно, волнуешься всегда, когда исполняешь то, что исполняли великие люди, великие певцы. И в то же время он был простой и настоящий. Иначе, как объяснить такое одухотворенно точное исполнение военных песен? С помощью одного только голоса он помещал людей в пространство тех событий. Он их знал, хотя никогда не воевал. В этом величие его дара. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых шуравлей... Он очень просто мог доносить до простого слушателя достаточно сложное произведение. Я впервые услышала его исполнение демона. Это было потрясающе. Так как он владеет дыханием, как вокалист, его бархатный звук, его красивый голос, как он владеет залом. В памятный вечер исполнялись произведения Модеста Мусоргского, Георгия Сверидова, Равеля и, конечно, песни военных лет, каждая из которых теперь звучит по-особенному. Опустела без него земля. Песня. 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 Татьяна Крючкова, Максим Мещеряков, Вести 34.